Здесь мой медвежонок, он просто служит для меня идеальной подушкой. Вам, наверное, знаком вот такой вот ракурс. Это вредно для здоровья, и не только для нашего, но и соседи страдают от этого. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет хаус-тур, я вас приглашаю ко мне в гости. Я очень надеюсь, что это видео вам понравится, поэтому обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Давайте не будем терять ни минуты, и начнем просмотр. Вот, мы сейчас зашли в квартиру. Это прихожая такая небольшая, и здесь круглая стена, которую я просто обожаю. Это самая большая достопримечательность нашей квартиры. Первая, куда мы попадаем, первая дверь, вроде бы надо было ее закрыть, потом так интересно открыть. Но да ладно! Здесь, значит, такая большая люстра, которую выбирала моя мама. Папа считал, что эта люстра слишком большая для этой комнаты, но мне кажется, смотрится очень даже красиво. Здесь я провожу очень мало своего времени. Кстати, видео про суши, которое недавно вышло на моем канале, мы снимали вот здесь. Вот, правда, мы убрали стулья. Свет хорошо попадал. Вообще, любые видео лучше снимать при дневном освещении, так они получаются лучше качеством. У меня есть камера от Canon, но, несмотря на это, все равно лучше снимать при дневном свете или покупать себе софтбуксы. В общем, я хочу снять отдельное видео про то, как начинать снимать видео, как набрать первых подписчиков. В общем, сейчас не об этом. Здесь, значит, два кресла, которые не раскладываются, которые у нас уже достаточно давно, но мне кажется, они дополняют интерьер комнаты. Все двери в комнату у нас одного цвета. Это, если не ошибаюсь, дерево. Здесь вот такие вот интересные ручечки. Если бы я выбирала дизайн квартиры, я бы выбрала белые двери. Но мы делали ремонт лет 5-6 назад. Тогда это было очень актуально. И здесь, значит, диван с подушечками. Он раскладывается, и здесь можно спать. Обычно мама спит на этом диване. Он очень-очень-очень удобный просто. В общем, не знаю, что еще можно показать в зале. Мама всегда ругается, когда я говорю «зал». Она говорит, эта комната называется «гостиная». Почему-то у меня такая чушка. Ну, какая есть, так скажем. А мы с вами двигаемся дальше. Здесь мой новый модем. Да, он немножко не в тему здесь. Но я не могла выбрать его месторасположение, потому что пришли мастера из АТС и сами установили этот модем. И типа у нас теперь будет суперинтернет, все будет летать. Ничего подобного. Далее здесь вот такой вот коридор. Давайте покажу вам наши споты. Такой интересный коридорчик, состоящий из трех частей. Дальше вот коридорчик поворачивается направо, и там еще одна комната. Как вы думаете, что здесь? Здесь у нас мой трон, туалет. Я думаю, как-то неэтично будет показывать туалет, поэтому мы его пропустим, так скажем. А ванную вы очень часто видели и в моих видео. На ванной тоже я останавливаться не буду. Мне кажется, это не очень интересно. Очень часто, когда я снимаю видео, что-то наподобие моего утра, я вам показываю ванную. Вы можете заметить, что где-то там виднеется моя комната. Мне кажется, она самая интересная. Ее я покажу чуть позже, хотя отдельное видео снимала про свою комнату. Кухня. Смотрите, какой у меня порядок. Несмотря на то, что я уже где-то неделю живу абсолютно одна. Помыла посуду. Все аккуратненько, чистенько. Здесь, значит, микроволновка. Обожаю ее просто. Это просто самая любимая вещь в квартире. Далее двигаемся в эту сторону. Не знаю, да, что интересного можно показать на кухне. Все обычненько. Там лежат фрукты, моя любимая айва. И там балкончик. Здесь, значит, занавеска, которая просто служит средством декора. Кафель. У нас теплый пол. Поэтому зимой одно удовольствие ходить по этому кафелю. Прямо спа-процедуры дома для ног. Далее здесь самый обычный стол. И на столе всякие сладости. Хотя я не очень люблю сладости. Здесь, значит, опять дверь. И телевизор, который никогда не включается. Просто потому, что мы его не смотрим. Мы смотрим YouTube. Обычно я использую просто свой телефон или ноутбук. И особо не запариваюсь по этому поводу. Далее, значит, мои магнитики. Я раньше собирала целую коллекцию. Но потом, когда открывали-закрывали холодильник. Они падали, ломались. И я поняла, что это дурацкая затея. В общем, каждый магнитик имеет свою историю. Например, вот этот магнитик у меня появился, когда мне было, наверное, лет 10. Очень давно он у меня. Эти я уже покупала в Баку. Например, это когда я была в Ростове. Мне купил мой двоюродный брат Джабраил. Я раньше жила в городе Саратове, поэтому мы когда уезжали оттуда, купили такой магнитик. В общем, остальные я не помню. Но суть заключается в том, что я раньше коллекционировала, а сейчас я это дело бросила. Еще, кстати, у нас здесь есть такой домовенок. Говорят, что он типа приносит деньги, но нифига. И здесь вот такие вот электронные часы. Они у нас, наверное, уже лет 100. Хорошо сохранились часики, не правда ли? Мы, значит, вышли из кухни. И здесь дальше продолжается вот этот коридор. Здесь интересная такая арка. Кстати, на ее фоне можно пофотографироваться. Будет очень интересно. Только сейчас мне в голову пришла эта идея, хотя живу в этой квартире 5 лет. Гениально просто. Давайте включим свет. Одинаковый дизайн здесь везде. Двери одинаковые у нас. Ну, вроде бы так и должно быть. Итак, святая святых моя комната. Я вам снимала отдельное видео про свою комнату, но опять же покажу. Недавно прям снимала уборку, поэтому у меня прям порядок. Решила, пользуясь моментом, снять еще и хаус-тур. Пока никого нету дома, никто мне не мешает. Здесь висят мои волосы. Но это искусственные. Просто я покупала их, чтобы там косички делать. Там такая прятка была. Но если честно, эти волосы прям сразу видно, что они искусственные. Поэтому очень редко использую. Здесь, значит, игрушки всякие. Там, кстати, детское шампанское, которое мне дарили, по-моему, лет 10 назад. Не буду уже его доставать. Далеко лежит. Далее здесь опять гель-лаки, медвежонок. Вот этот диванчик. Меня в комментариях девочки спрашивали, где именно я купила этот классный диванчик. Но это подарок моего брата на мой, по-моему, день рождения. Не помню точно, какой-то праздник мне брат дарил. И сейчас этот диванчик идеально просто подходит под мою комнату. Далее здесь лежат сумки. И на последней полке также опять же сумки. Большой вместительный шкаф. Здесь вся моя одежда. Также еще в коробках обувь, всякая бижутерия. Кстати, здесь есть пакет с пустыми баночками. Смотрите, уже сколько всего у меня. То есть целый пакет пустых баночек. Как декоративные косметики, уходовые косметики. Хочу год копить вот эти баночки, а потом снять для вас видео. Косметика, которая у меня закончилась за целый год. Здесь, значит, бумага А4, которая была мне нужна, когда я писала рефераты. Кстати, я очень часто писала свои рефераты именно от руки. Мне это помогало хорошо запомнить материал. А учителя, наоборот, говорили, принеси напечатанный на компьютере. Потом на экзаменах я вспоминала то, что я когда-то писала в рефератах. Далее здесь комод, который вы 100 тысяч раз видели. Здесь косметика, которой я пользуюсь каждый день. Ватные диски, расческа, какие-то кисти. Здесь мой медвежонок. Он просто служит для меня идеальной подушкой. Всегда рядом со мной, он огромный. И здесь мой ноутбук. Я как раз монтировала новое видео. Потом решила снять для вас рум-тур. Потому что у меня порядок такой бывает редко. И это нужно запечатлеть. Очень интересным элементом моей комнаты является мой потолок. Посмотрите, как это все дело интересно смотрится. Если хотите подробное видео про мою комнату, полазите у меня на канале. У меня есть рум-тур. Далее здесь вот такой вот стол. Здесь лежит моя косметика, сумка. Обычно я, кстати, на нем сижу и монтирую. На столе сижу. Сижу на стуле, но именно там монтирую свои ролики. Есть у меня такой выход на балкон. Балкон я тоже хотела розовый. Но, к сожалению, розовой капель просто нету. Поэтому пришлось выбрать вот такой. Все равно соседи думают, что я сумасшедшая. Когда через окно видят цвет моей комнаты. А вот и мои соседи. Соседишки, привет. Погода просто супер. Несмотря на то, что всего середина марта, на улице вообще жара. Это меня радует. Я соскучилась по лету. И последняя комната, которую я вам покажу. Она не обжитая. Можно сказать, это моя вторая комната. Вам, наверное, знаком вот такой вот ракурс. Вот. Здесь я именно и снимаю свои видеоролики. Почему именно эта комната? Потому что она самая светлая. Здесь никто не живет. Следовательно, никто мне не мешает. Здесь вот так вот стоит камера. И мне ее не нужно убирать после того, как я засняла свое видео. Кстати, камера у меня Canon 700D. И давайте еще покажу потолок. Очень интересно. Здесь такая бута. Кто не знает, это типа символ Азербайджана. И здесь еще две буты. И такой ригер. По-моему, он ригер называется, если я не ошибаюсь. В общем, здесь напротив области, где я снимаю видео, как раз таки окно, которое очень хорошо освещает мою комнату. И здесь лежат какие-то косметические средства. Сейчас все могут подумать, что типа такое грязное окно. На самом деле нет. Это окно состоит из двух стекол. Их невозможно помыть, в общем. Производитель как-то по ходу ступил. Вот эта вот вся грязь между двумя этими стеклами. Кстати, все подоконники у нас мраморные. Из такого светлого мрамора. Читала в интернете, слышала от многих людей, что это опасно. Это вредно для здоровья. И не только для нашего, но и соседи страдают от этого. Это очень красиво смотрится. Я не знаю, почему папа выбрал именно этот материал. Но смотрится он просто великолепно. Ну, в общем, что сделано, то сделано. Живем пока что. Я неплохо себя чувствую. Ну, в общем, здесь косметика, которую я каждый день пользуюсь. Прямо мои фавориты. Я вчера снимала видео «Собирайся со мной». Еще, походу, даже и не выложила. В общем, в процессе съемки этого видео эти косметические средства остались здесь. Также мое любимое зеркальце. Иногда я прям здесь и крашусь. У меня сегодня ужасный вид. Я как-то умудрилась заболеть. На улице весна. Вроде я не выходила из дома. Как я заболела, сама не знаю. Пьютера флю. Пытаюсь себя беречь. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эйка Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.